добрый день и сегодня я хочу с вами поговорить о летнем коридоре затмений который нас ожидает этим летом с 5 июня по 5 июля и это прекрасное время чтобы улучшить свою жизнь с помощью практик повысить свою осознанность и свою эмоциональную стабильность я не астролог который рассказывает о том что ждет человечество я занимаюсь практиками я практик и поэтому я вам расскажу что в это время лучше всего делать чтобы улучшить свое психоэмоциональное состояние лучше свою реальную жизнь и какие медитации какое направление в своих практиках на это время оптимально будет выбрать и первое затмение у нас будет происходить на очень интересная звездной оси это звезда курса и звезда вей звезда курса достаточно любопытная потому что она предполагает мифологизацию своей жизни мифологизацию своего пути то есть я бы вам предложила в это затмение поинтересоваться и покопаться в том какими мифами вы проживаете свою жизнь психологии часто говорят что мы живем определенными семейными сценариями мифологическими сценариями сценариями сказок которые нас впечатлили в детстве и в этот коридор затмения очень хорошо прорабатывать тему тех энергии архетипических которые через нас проявляются в этот мир также в это затмение очень явно проявлена ось которые доминируют энергия близнецов пришло время когда надо учиться с помощью мысли форму меняют свою жизнь при этом обращая внимание на то насколько наши мысли формы экологичной этичной моральной является нашим собственным проявлением проявлением тех энергий которые идут через нас свыше поэтому тема потоков которые мы приносим в этот мир который материализуем в этом мире через свое творчество она становится актуальной и будет актуальной ближайшие семь лет поэтому очень важно в это время выполнять практики и подымать именно свою собственную личную мифологию какие мифы проживаете вы какие мифы проживает ваша семья какие мифы проживает ваша страна то есть какими мифами она живет и в общем-то мифы для многих стран будут меняться до например для одной страны с которой очень тесно связано мифы будут не просто меняться будут разваливаться старые мифы и задача собственно говоря избавиться и завершить старые мифы для того чтобы потом можно было создать новую мифологию совершенно которая будет я не могу сейчас говорить как она будет это уже зависит от людей но старая мифология она уходит и она разваливается есть страны где придется менять мифологию своего идеала то есть тот идеал который сложился на этих территориях исторически его надо пересмотреть и внести в него какие-то изменения есть страны где придется прокачать до свой идеал и создать для него может быть что-нибудь еще дополнительно до дополнительную броню и дополнительную энергию как в компьютерных играх то есть свой дел придется прокачать особенно это касается прокачки на энергетическом уровне потому что у нас вообще интересное время когда такая фиктивная точка которую называют черная луна находится в овне а это очень часто приносит такое размазывание энергии на различные дела вместо того чтобы сконцентрироваться на чем-то одном идет бурная деятельность которая собственно говоря является сливом энергии вместо того чтобы направить на реальное одно дело поэтому обратите внимание куда вы свою энергию запускаете и не тратите ли вы ее вот в различных делах просто рассеивая это тоже важный аспект который будет очень важен на протяжении всего коридора затмений и еще очень важный аспект на протяжении всего коридора затмений это будет энергия гнева и агрессии раздражения и с этим работать будет нужно почему потому что собственно говоря в это затмение очень многие получат то что называется обратка до эзотерики либо заложат будущее для этой обратки поэтому любое хамство в свою сторону лучше всего рассматривать как отработку кармы это не значит что нужно позволять себе хамить но это не значит что надо будет тут же бросаться ругаться скандалить и разбираться оптимально вообще уйти из конфликта до того как он начался но это уже такой высокий уровень осознанности но будьте внимательны потому что конфликтов и хамство грубости может быть очень много и если вы в это ввяжитесь то последствия будут сказываться достаточно долго то есть как вы поняли основной это не тратить энергию не расплескивать ее а направлять на нужное для вас дело не имитировать бурную деятельность а действительно сосредоточившись делать то что вам необходимо не ввязываясь в конфликты настолько насколько это возможно в конфликтах не хамить и не грубить то есть постараться быть осознанными спокойными как у вас это получится важно в это первое затмение для себя понять что мы служим красоте особенно это касается женщин но не внешней красоте а внутренней и работать с этим аспектом во время лунного затмения очень полезно будет вход в затмение у нас будет достаточно мягкий и энергии затмения поднимут сценарии мифологические сценарии наши личные наших семей стран в которых мы живем и и это та волна которая будет идти через коридоры и с которой мы будем работать и одно из самых важных практик этого коридора затмения это будет трансформация энергии гнева энергии раздражения энергии ярости в энергию творчества творчество которое приносит человеку социальные награды и материальный доход знаете много творческих людей не получают материальный доход особо от своего творчества очень часто посмертные таких примеров достаточно много в нашей истории человечества вот именно это затмение даст возможность тем кто занимает творчеством наконец-то получить материальные награды в этом мире поэтому для этих людей я просто рекомендую заниматься в этом коридоре практиками медитациями и поэтому можно работать с энергиями потока небесной реки эридан использовать этот образ медитации использовать образ архетипа помощника в своих практиках которые можно вылепить или нарисовать в качестве мандалы и работать с этой темы начинать уже с первого лунного затмения и в течение всего коридора работать вот с этим потоком убирая внутренние блокировки которые не дают возможности получать материальные блага в этом мире за свое творчество как вы понимаете творчество это может быть все что угодно если вы это делаете с любовью с радостью то что вам нравится и конечно же в затмении хорошо воспользоваться звездная магия это очищение фиолетовым светом ковша большой медведицы это восстановление энергетических центров чакр и восстановление тонких тел итак 5 июня коридор откроется из подсознания подымутся эмоции подымутся сценарий которые очень хорошо бы отследить сценарии связаны с мифами личными мифами 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 семьи мифами страны где вы живете и вот здесь обязательно надо начать вести дневник коридора затмения что такое дневник коридора затмения это какая-нибудь красивая тетрадь блокнот куда вы записываете все эмоции все что у вас поднимается в течение дня из переживаний из эмоций и просто поначалу записываете но перед солнечным затмением вы делаете чекин всему что поднялось и вот тогда вы делаете анализ и наблюдаете и ищите здесь уже у каждого будет по-своему какие сценарии явно в этом есть что вас зацепило на что вы реагируете и к какому мифу или сказке это относится и тут наступает солнечное затмение влияние влияние этого затмения будет длиться 18 с половиной лет то есть событие который плюс-минус неделя а вообще-то весь этот коридор будут с вами происходить будут иметь длительное влияние поэтому желательно это затмение проработать тщательно и в этом вам поможет ваш дневник потому что в нем уже будет тот материал с которым можно работать в солнечное затмение то есть семейные сценарии семейные мифы личные сценарии мифы мифы сценарии страны в которой вы родились и выросли и в которых вы сейчас проживаете то есть вот здесь вот надо посмотреть на эту сторону своей жизни где вы играете не собственную жизнь автоматически включаетесь в эти сценарии особое внимание уделите такой программе которая называется блудный сын или блудная дочь то есть когда мы уходим из родного дома а потом возвращаемся и просим принять нас обратно как у вас вообще в истории вашей семьи с этим и как в вашем личном мифе с этим особое внимание уделите тому какой у вас энергетический уровень и вообще как вы поднимаете уровень энергии жизненной в своей жизни как у вас с вниманием к реальности как вы к ней относитесь и насколько реально вы видите реальность в таком случае важно для себя понять и наконец-то начать стремиться к тому что такое для вас безопасная эмоциональная обстановка Так как у нас переход затмения идет с 30 в первый лунный день, то обязательно надо будет сделать подведение итогов, потому что, чтобы идти вперед, надо знать, что у нас есть в качестве опоры, от чего мы можем оттолкнуться. Я назову те ступени, которые будут в моей медитации, в группе, которую я веду в этом коридоре, но вы тоже можете воспользоваться этой информацией. Первая ступень – это ваша семья, ваш род, как ваша опора, то есть как вы это ощущаете. Вторая ступень – это то, как вы работаете с внутренней энергией, то, как вы пополняете запасы жизненной энергии. Третья ступень – это ваши жизненные позиции, это умение быть искренней самой собой. Четвертая ступень – это что вы сделали в своей жизни, чтобы раскрыть свои творческие способности. Пятая ступень – это то, как вы умеете переходить на новый уровень развития и видеть мир с более высокой, с более широкой точки. И когда вы подниметесь по ступенькам собственного опыта, вот в этот 30-й лунный день подведения итогов, тогда можно строить планы. И планы эти желательно, чтобы были связаны с энергоинформационной сферой, с умением передавать энергоинформационные потоки через себя, умением их пропускать, передавать тем, кому это предназначено. Это работа с мыслеформами. Это ментальные формы, которые создают реальность. Здесь важно не только учиться тонкому моделированию, но и понимать, где эти модели можно и экологично применять. И где границы применения ваших моделей. Ведь модель – это всегда модель, а не полная истинная реальность. И важной темой будет ощущение себя частью, гармоничной частью, гармоничной группы. Это касается абсолютно всех. Это вопрос умения договариваться между собой. Это касается абсолютно всех стран. Умение переводить гнев и агрессию в конструктивный диалог и умение договариваться. Вот это основное. И в принципе, я всегда говорю, барометр поведения вам в помощь. Там есть совершенно конкретные состояния гнева, ярости, которые в этот коридор надо переключать в позитивные, созидающие. Да, затмение на такой малоприятной звезде – Ман Калинам. Такое сложно выговаривающее название. Однако эта звезда поднимает желание конфликтовать, скажем так, назовем это так. И, конечно же, всю агрессию желательно трансформировать. Тем более, что возможность агрессию, гнев трансформировать в творческие потоки, в расширение своих творческих возможностей и получение материального вознаграждения за это, по-моему, это прекрасно. При этом важно помнить, что энергию надо переводить в умение раскрывать суть вещей, умение видеть глубину происходящего. И это, конечно, удивительные возможности для этого коридора затмения, с моей точки зрения. И завершать этот коридор будет очень интересное затмение, потому что в нем будут участвовать три магические звездные оси. Первая ось – это Сириус-Вега, это ось воздаяния, ось справедливости и ось знания законов, ось баланса, которая дает возможность совершить магическую алхимическую трансформацию. Это магическая звездная ось Бетельгейзе-Акумен и ось Киносура, она же полярная звезда Этамин. Бетельгейзе-Акумен – это ситуация, когда доблесть и храбрость могут переходить во вседозволенность и приводить к печальным последствиям. И это именно как раз та ось, которая дает возможность трансформировать наш гнев и агрессию в расширение творческих потоков. В ней очень важно руководствоваться высшими ценностями, но в то же время это ось глобальных финансовых катастроф. Причем эта ось касается всего мира. Я когда смотрела коридор затмений намного раньше, чем все произошло с эпидемией, как-то было так удивительно предполагать, от чего же может случиться глобальный финансовый кризис. Ну вот, такая вот чудесная ось, которая проходит через финансовые кризисы мира не в первый раз. Ну, а ось игры, которую возглавляет полярная звезда Киносурой, которая упирается в пасть дракона Этамин – это ось игры. Все будет очень непредсказуемо, очень подвижно. Это сложно, но это возможно пройти, глядя на этот мир, как на постоянную игру. И этому желательно научиться в это затмение и в этом коридоре, потому что это даст вам опору на ближайшие 18,5 лет в этой сфере. Я не могу здесь все рассказать, подробно описать. Есть статья на сайте, есть какие-то моменты, которые я в общей группе в Телеграм пишу. И есть группа, где я веду уже непосредственно занятия, где есть медитации, где уже идет подготовка к коридору затмений. Так что можете выбрать сами. Можно самостоятельно проработать. На сайте достаточно для этого информации с моей точки зрения. Можете пойти в группу общую, где я буду периодически давать какую-то информацию. Можете для себя выбрать платную группу. Это уже другой уровень проработки. Работа с этим затмением может дать эволюционный скачок, чего я всем вам и желаю. Успешных практик! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова